Сергей Титерский является не только российским ученым и доктором педагогических наук, но также обладателем премии почетного работника сферы молодежной политики. Эту награду он получил вполне заслуженно, так как действительно им проделан огромный труд в этом направлении. Мы сегодня увидим упражнение, как можно сделать себя полезным, нужным и эффективным. Это очень понравится ребятам. Как определить свою миссию, они будут формулировать ее через те качества, которых это отличает. И самое главное упражнение называется «Зона ближайшего развития лидера». Как сделать так, чтобы я всегда получал помощь и поддержку. А это прежде всего связано с тем, что я сам очень многим делюсь. То, что мне дано отперед, всеми дарами, которыми я наделен. Креативные добровольцы ресурсного центра «Белая река» во главе с Мариной Сафоновой слегка изменили планы гостя, смело решив превратить встречу в игру по своим правилам. По сценарию трое избранных молодежью из присутствующих должны были пройти три этапа в дискуссионном формате. Испытуемыми стали, разумеется, гость встречи Сергея Титерски, посетившая мероприятие заместитель главы по социальной политике Наталья Лапшина, а также начальник отдела молодежной политики Ренат Хабибуллин. На первом этапе участники должны были отвечать на вопросы ведущей. Какие книги вам нравятся? Как вы справляетесь с тем, кто вызывает неприязнь? Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Я сказала, конечно, возможно, все. Я верю в это. Возлюби ближнего как самого себя. Значит, любой, кто оказался, он должен быть вот прям, ну, душка. И нужно найти, как, за что полюбить, если он сложный, особенно если ты в тюрьме или где-то в больнице, когда, ну, или это бомж какой-то, когда человек вызывает отражение, нужно придумать, за что его полюбить. На втором этапе игры возможность задать вопросы участникам была дана всем присутствующим. Молодежь интересовалась как личными темами, так и более глобальными. Присутствующие узнали, что делает игроков счастливыми, боятся ли они что-то потерять и каким образом справляются с проблемами. Были подняты вопросы развития молодежной политики, свободы вероисповедания. Наталья Лапшина подробно ответила на вопрос о том, как администрация планирует менять ситуацию с трудоустройством. Мы сейчас говорим о том этапе, что мы создаем возможности для тех, кто придет, инвесторы, предприятия. Вот этот этап на сегодняшний момент достигнут. Созданы экономические условия. Второй этап и привлечение в этом, я думаю, очень большую роль может сыграть молодежь. В завершении игры Сергей Тетерский, как и обещал, показал всем присутствующим несколько упражнений. В формате форсайт-технологии, визуализации будущего. Молодые люди должны были в письменном виде перечислить учителей, которые стали для них примером. Объяснить, почему и каким образом они хотели бы отблагодарить своих педагогов в будущем. Основываясь на вариантах ответов, профессор интерпретировал характер участников мини-форсайта. Эти встречи очень важны, потому что люди видят что-то новое, чего не было у нас в городе. Видят мысли других людей, видят, как развиваются другие города. Вот человек приехал из Москвы, то есть он делится опытом, по сути, всей России. Людям это интересно, они понимают, что это можно сделать у нас в городе. Учитывая, что у нас сейчас город территория окружающего развития, это очень важно, потому что люди понимают, что сам человек создает отношение к окружающему, поэтому позитивное отношение к городу только улучшает. То есть у молодежи появится желание остаться в городе, а не уехать куда-нибудь. Хочется отметить, что Сергей Тетерский является также активным публицистом и блогером. В интернет-сети можно найти его живой дневник, а также на странице ВКонтакте опубликованные с мероприятий фотографии и позитивные комментарии.